Здравствуйте! Сегодня у нас лекция номер 12. Система команд микроконтроллера семейства 8051. Система команд семейства MC51 содержит 111 базовых команд, которые по функциональному признаку можно подразделить на 5 групп. Арифметических операций, логических операций, пересылка данных, операции над битами, передачи управления. Формат команд 1, 2 и 3 байтовый, причем большинство команд 94 имеют формат 1 или 2 байта. Первый байт любых типов и форматов всегда содержит код операций. Второй и третий байты содержат либо адреса операндов, либо непосредственные операнды. Состав операндов включает в себя операнды четырех типов биты, ниблы, байты и 16-битные слова. Время исполнения команд составляет 1, 2 или 4 машинных цикла. При тактовой частоте 12 МГц длительность машинного цикла составляет 1 микросекунду. При этом 64 команды исполняются за 1 микросекунду. 45 команд за 2 микросекунды и 2 команды умножения и деления за 4 микросекунды. Обозначение используем при описании команд. RN, N от 0 до 7, регистр общего назначения в выбранном банке регистров. Собачка R от I, I равняется 0, 1, регистр общего назначения в выбранном банке регистров, используемый в качестве регистра косвенного адреса и AD, адрес прямого адресуемого байта. ADS, адрес прямо адресуемого байта источника. ADD, адрес прямого адресуемого байта получателя. AD, 1, 1, 11-ти разрядный абсолютный адрес перехода. AD, 1, 6, 16-ти разрядный абсолютный адрес перехода. REL, относительный адрес перехода. D, непосредственный оперант. D, 16-ть, непосредственный оперант, 2 байта. BIT, адрес прямого адресуемого бита. A, аккумулятор. BIT, счетчик, деление BIT, инверсия, D, P, D, R, регистр, указатель данных. Скобки, содержимое ячейки памяти или регистра. Арифметические команды. В наборе команд микроконтроллера имеются следующие арифметические операции. Сложение ADD, сложение с учетом флага переносил ADDS. Вычитание заемом с СУББ. Инкрементирование, увеличение на 1, ING. Декрементирование, D, уменьшение на 1. Десятичная коррекция, DA. Действие производится над целыми числами без знака. При операции умножения, содержимое аккумулятора А умножается на содержимое регистра B. И результат размещается следующим образом. Младший бать в регистре В, старший в регистре А. В случае выполнения операции деления, целое отделение помещается в аккумулятор А. Остаток в регистре В. Команды арифметических операций. Как вы здесь видите, сложение аккумулятора с регистром ADD, А, РН. Сложение аккумулятора с прямо адресуемым байптом, ЭДД. Сложение аккумулятора с байтом из РПД и равняется 0,1. АДД, А, собачка, РИ. Сложение аккумулятора с константой. Сложение аккумулятора с регистром и переносом ADD, С, А, РН. И сложение аккумулятора с прямо адресуемым байтом и переносом. Вычитание из аккумулятора регистр и заема С, А, РН. Вот этим ознакомитесь. Инкремент регистра, инк. Инкремент прямо адресуемым байтом, видите, да? Ну и деление аккумулятора на регистр В, ДИФ, А, В. Команда пересылки данных микроконтроллера 8051. Посмотрите таблицу. С помощью этих команд можно скопировать содержимое любой ячейки памяти в регистр аккумулятора. Или наоборот, скопировать содержимое аккумулятора в любую ячейку памяти. Так как в микроконтроллере присутствует три независимых области памяти, то для обращения к ним введены различные команды. Копирование данных во внутреннем ОЗУ, MOVE. Обмен данными аккумулятора с внутренним ОЗУ, XSH или XTHD. Копирование из внешней памяти данных MOVEX. Копирование данных из памяти программ MOVEX. Примеры использования команд пересылки данных. Любая ячейка 256-байтового блока внутреннего ОЗУ данных может быть выбрана с использованием косвенно-регистровой адресации через регистры указателей R0 и R1 выбранного банка рабочих регистров. MOVEX.R0 Скопировать число из ячейки памяти с адресом, хранящимся в R0, в аккумулятор MOVEX.R1A Скопировать число из аккумулятора в ячейку памяти с адресом, хранящимся в R1. Команды пересылки с прямой адресацией между ячейками памяти позволяют заносить содержимое порта в ячейку внутреннего ОЗУ или обмениваться содержимым ячейк внутреннего ОЗУ между собой без использования аккумулятора. MOVEX15,25 То есть скопировать содержимое 25 ячейки в 15 ячейку. Таблицы символов, кодов, записанные в ПЗУ программы, могут быть скопированы в аккумулятор с помощью команд передачи данных с косвенной адресацией. MOVEX.R1A Собачка A Плюс ДПТР То есть скопировать символ в аккумулятор ячейка адресного пространства 64 кБ внутреннего ОЗУ также может быть выбрана с использованием косвенно-регистровой адресацией через регистр-указатель данных ДПТР. То есть MOVEXA, собачка ДПТР То есть скопировать число из внешней ячейки памяти с адресом, хранящимся в ДПТР в аккумулятор. Содержимое аккумулятора может быть обменено с содержимым рабочих регистров выбранного банка XSHA,R0 Кроме того, любой бит с прямой адресацией может быть скопирован в бит-перенос и наоборот MOVEC,ADRBIT Благодарю за внимание Всего хорошего До свидания Субтитры подогнал «Симон»